Глауком у вас нету катаракты? Да не было вроде бы. Все у вас. 19. Проверить состояние глазного дна, работу сердца и уровень сахара в крови. Бесплатные, без предварительной записи смогли жители крутых ключей. Прямо в своем дворе. Результаты анализов и консультацию специалиста получили тут же. Мне очень нравится, что девчонки. Вот все нравится, что они приезжают сюда. Что такая мобильная группа приехала. Нас осматривают, пришли все, без проблем сдали кровь, без проблем врачи здесь приехали. Пришел, увидел, победил называется. Очень удобно никуда не ходить, стоять в очереди здесь немного. Вообще удобно, что сюда приезжают. Очень даже хорошо, мне нравится. И как-то приятное время не тратишь на поездку куда-то. Сейчас в поселке Крутые Ключи одно поликлиническое отделение и несколько врачей. Более чем на 40 тысяч жителей поселка. Этого катастрофически не хватает. Особенно нужны узкие специалисты. На встречу общественного совета жители рассказали о проблеме. Решение помог найти один из членов общественного совета. Главрад 14-й поликлиники Игорь Немченко. И вот врачи сами приехали к жителям в Крутые Ключи. Это обращение жителей не было бы возможным, если бы у нас не существовал в Крутых Ключах общественный совет. И, как вам сказать, это одна ступенька, которая не разделяет, а соединяет власть существующую и жителей, которые проживают как в черте городского округа Самара, так и конкретно в Крутых Ключах. Врачи у жителей Крутых Ключей востребованы. Первое же мероприятие собрало более ста человек. Общественный совет решил проводить такие акции регулярно. Мы сейчас очень активно общаемся с жителями и стараемся все те пожелания, которые они высказывают, как-то максимально их реализовывать. В общем-то, выясняется, что это не так и сложно сделать. Важно просто быть максимально чуткими, внимательными и как можно быстрее реагировать. Вторник в Крутых Ключах теперь объявляется Днем Здоровья. Именно в этот день, весь июль, здесь будут проходить оздоровительные мероприятия, лекции, консультации врачей. Меры временные. В конце года откроет двери новая больница, современное оборудование и достаточное количество узких специалистов. Этого события ждет весь микрорайон. Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы. Валерия Макарова, Константин Головин. События.